Здравствуйте! Это Азы Православия и я, Анна Макарова. Сегодня мы продолжим говорить об иконописи. Встречайте нашего героя Алексей Маслов, художник, иконописец и очень интересный человек. Здравствуй, Алексей! Здравствуй, Анна! Добрый день, дорогие друзья! Давай сразу объясним нашим зрителям, почему мы оказались в селе Мышкино Можайского района. Это место мне очень дорого, так как с 2003 по 2006 год я здесь жил и писал свой второй в жизни иконостас. Иконостас был написан в Северном пределе, освященном во имя преподобного Сергия Радонежского. Иконостас довольно-таки сравнительно большой, четырехъярусный. Я думаю, сейчас мы его сходим, посмотрим, и я расскажу, как происходил весь этот процесс. Ну вот, Аня, видишь, вот эти четыре окошечка на первом этаже, это как раз была моя мастерская. Здесь работал я и моя мама Наталья Петровна, и мы писали иконостас. Она южного предела, я северного предела. Алексей – человек творческий, рисует, пишет иконы, стихи, музыку, занимается профессиональной фотографией. А еще он президент православного мотоклуба. Узнали? Это вместе с ним мы ездили в паломничество, в Спасо-Бородинскую обитель. В принципе, вот здесь водохранилище, оно огромное, красивое, зимой и левое. Тут даже волки ходят по этому острову. И вот то, что храм стоит на таком, в общем-то, крутом берегу, дает ему выгодное такое положение. Со всех сторон его видно. Вот колодцы, вот это вот все, это я помню, как своими руками из лиственницы все это делал. Прям буквально лобзикой все выпиливал, строгал, потом покрывал морилочкой. Нам навстречу выбегают кошки. Чувствуют они себя здесь очень вольготно, настоящими хозяевами. Так как мы находимся за городом, здесь очень много полей, соответственно, мыши, в основном тополевки, они приходят в храм. И вот такие вот котики, они помогают, помогают охранять владение от мышей. Ай! Коты самоотверженно охраняют территорию от незнакомцев. С легким ранением идем дальше. Представляешь, Аня, вот под этой елочкой, когда я копал под нее яму, собственноручно ее сажал, я нашел Екатерининский пятак 1765-го, кажется, года. Такие интересные находки здесь были. И много очень, кстати, костей собрали во время стройки. Здесь котлованов много. И все эти захоронения, они вот там под крестом, как раз по дорожке, если вправо пройти. Здесь шли ожесточенные бои? Немцы дошли до этого места? Здесь была ставка Жукова, на том берегу стояли немцы. Это как раз 1941 год был, самые ожесточенные бои за Москву. И под храмом многочисленные окопы до сих пор сохранились. Алексей сажал здесь ту и звонил в колокола, помогал восстанавливать храм Успения Пресвятой Богородицы. Данный храм был построен в 19-м столетии. Конечно, его участь советского лихолетия не обошла стороной. Он был разрушен, в нем был склад селитры. Вот, поэтому стены все пропитаны этой селитрой. Куча высолов, забиты все продыхи. Влажность сильно набирает. Вообще проблема была с его реставрацией. Ну, все равно для меня это большая часть, что я здесь работал на реставрационных работах. И вот все вот это практически собственными руками делал. Так что, ну, а теперь, я думаю, нам стоит зайти в сам храм, посмотреть иконостасы. С удовольствием. Я здесь не был больше 12 лет. И вот северный предел Сергия Радонежского, вот этот иконостас, серый, как раз такой в сером колорите, с сусальным серебром на тяблах. Это как раз я писал. А вот этот иконостас, пределы Параскева, Пятицы, мученицы, это моя матушка писала. И вот эта перегородочка между летним и зимним храмом, это тоже мои самые первые иконы, написанные сюда в 2002-2003 году. Алексей, а почему у нас этот иконостас вот в серых тонах выполнен, а этот в красных? Это каноны какие-то? Красный – это мученический цвет, цвет Пасхи. А серый, серо-зеленый, он такой, это как раз преподобнические цвета, он более спокойный, более такой, издержанный. У невоцерковленного человека возникнет справедливый вопрос – зачем в храме несколько пределов? И что это такое? Попробуем разобраться. Предел – это часть церкви. В нем размещается дополнительный алтарь, чтобы в один день можно было совершать несколько богослужений. Дело в том, что по православным канонам проводить более одной литургии в день в одном алтаре нельзя. Каждый предел освещается в честь какого-либо святого или события. Он имеет свой собственный иконостас, отделяющий алтарь от основной части храма, как мир небесный от мира земного. Несколько пределов обычно бывает в больших церквях. Ну, такой классический трехъярусный иконостас. Бывает больше, бывает четырех, пятиярусный иконостас. А самые большие такие? Вот пятиярусные иконостасы, они классические считаются, с 16 века как раз повелось их ставить в алтарях. Здесь местный ряд, это самый первый, где Богородица Казанская, спаситель нерукотворный и царские врата, диаконские врата. А почему, Алексей, ты выбрал казанский образ именно? Она мне как-то близка, и почему-то мне захотелось именно ее изобразить, как-то она мне просилась именно вот сюда. У нее очень большой лик у Богородицы, и чтобы было как-то сочетание с большим ликом нерукотворного спаса, а не мельчить. Здесь вот чисто художественная, композиционная работа, гармония, да, композиция. Вот второй ярус над местным находится, деисис, деисусный чин. Это всегда посередине спаситель, пантократер Саваов в данном случае, и о десною спасителя Богородица, и о шую, то есть слева Иоанна Претеча. Вот, а по бокам находятся местно чтимые святые, которые утверждал, написание которых утверждал настоятель храма. Выше, деисусного чина, находится пророческий чин. Там вот восемь пророков ветхозаветных, и посередине изображение святой Троицы. Смысл каждого ряда в иконостасе определен церковным каноном, а его содержание и наполнение может отличаться в зависимости от конкретного храма, его архитектуры и размера. Это я хочу показать еще перегородку между зимним и летним храмами, которая была написана сюда прежде всех иконостасов. Это самые первые иконы, которые я написал в этот храм. Это было в 2002 году. Здесь символично святой благоверный князь Федор, Можайский святый, под ним как раз град Можайск, такое клеймо, полотенце, как называется, вот этот стиль. И там Даниил Московский и, соответственно, панорама Москвы. Панорама Москвы и Можайска писала моя мама. А вот эти две иконы Федора и Даниила, и сверху деисусный чин, это вот мои самые первые иконы, написанные в этот храм. Алексей, а какими красками и на чем пишутся иконы в храмы? Краски Темпера. Темпера – это сухой пигмент, замешанный на яичной эмульсии. Эмульсия делается из желтка яйца с добавлением вина сухого, белого. Вот, и немножко воды есть, оно слишком жирное получается. А доска представит из себя липовые доски, соединенные между собой и шпонками, для того, чтобы они не выгибались. Есть из более твердой древесины, там дуб, бук, и заливкашенный, загрунтованный левкасом. Есть такое понятие, левкас – это грунт, меловой грунт, меловой грунт на основе клея, рыбного клея и мела. Это чтобы краска лучше клялась? Это чтобы краска клалась на нее, да. И дальше вот золочение, потом цвет, роскрыш, пропись и так далее. В перегородке находится вход в летний храм с центральным пределом. Это как раз предел, освященный в честь Успения Пресвятой Богородицы. А здесь мы видим огромный такой четырехъярусный иконостас. Его писала моя мама Наталья Петровна Маслова. Писала очень долго, потому что она одна его писала, без помощников. Вот здесь четырехъярусный иконостас, тоже местный ряд, деисис, праздники и пророческий ряд. Иконостас очень широкий, он сделал, кстати, по проекту архитектора Николая Борисовича Васнецова. И он как раз занимался реставрацией этого храма. Этот иконостас по праву можно назвать уникальным, единственным в России. В его основу положены элементы орнаментов нижегородской домовой резьбы. Мы взяли просто убранство сысп, вот причелины всякие, там полотенца, все вот, и применили в иконостасе. Обратив внимание, что в избе есть определенная иерархичность изображений, снизу доверху. И вот мы также построили иконостас. Снизу доверху мы применили вот эту зооморфную, геометрическую вот эту растительную резьбу. Алексей, а как ты стал иконопесцем? Ну, было такое дело. В 1989 году мне в руки попала книга Леонида Успенского «Богословие иконы православной церкви». Я прочитал ее и понял, что икона – это вершина изобразительного искусства. И подумалось мне, что надо бы все свое обучение художественным ремеслам завершить именно иконописью. И стать иконописью. Вот так вот и пришло. И это сбылось. А сколько вот ты пишешь икон в месяц? Ой, это трудно сказать. Бывает две, бывает четыре, бывает пять. По-разному, по-разному. В основном частные заказы. А какой твой любимый образ? Николай и чудотворцы – это мой любимый святой, святитель Николай. Писать иконы Алексей начал в 1996 году по личному благословению патриарха Алексия II. Когда я учился в Суриковском институте, параллельно ездил на курсы Ирины Васильевны Ватагиной, которая преподавала в иконописной мастерской в Богословском Свято-Тихоновском институте тогда, сейчас уже в университете. Ходили мы туда вместе с мамой. И ни разу не пожалел я об этом, потому что мой диплом в Суриковском был как раз монументальный. Такой я расписывал храм в Мелитополе, под Мелитополем, село Степановка. И мне очень пригодились эти навыки. Параллельно я уже начал потихонечку писать иконы, чем и поныне занимаюсь. Алексей, я знаю, что ты не только сам пишешь иконы, но еще учишь этому начинающих иконописцев. Да, действительно, у меня есть своя студия, где я преподаю рисунок, живопись и композицию, в том числе и иконописцам, которые не имели возможности закончить никаких художественных заведений, училищ или институтов, и получают у меня базу, то есть школу академического рисунка, живопись. Кстати, Аня, я тебя приглашаю в свою студию. Ты посмотришь сама на процесс обучения, увидишь работы, которые висят на стенах моей студии. В общем, приглашаю, приезжай. Леша, спасибо большое, мне очень интересно, и думаю, нашим телезрителям тоже. Поэтому отправляемся в студию к Алексею Маслову. Сейчас мы посетим художественную мастерскую Алексея. Здесь он занимается с учениками, многие из которых учатся на иконописцев. Приходят сюда для того, чтобы получать дополнительное образование, связанное с рисунком. Подтягивают рисунок. И академический рисунок, как базис, как говорил Павел Петрович Чистяков, наш великий учитель и педагог 19-го столетия, из-под руки которого вышли и Суриков, и Серов, и Репин, многие-многие наши известные художники. Он говорил, что рисунок – это основа всего изобразительного искусства. И вот мы здесь занимаемся как раз рисунком в основном и отчасти живописью. На стенах работы учеников начинают с изучения простейших геометрических фигур, потом многофигурных композиций. Проходит понятие «свет-тень», потихоньку переходит к живописи. Сначала используют ограниченную палитру цветов, постепенно ее расширяют. Тема сегодняшнего занятия – этюд головы человека маслом. Неожиданно для себя я оказываюсь в роли натурщицы. Твое место для глаз – это вот эти ботинки. Туда смотри и старайся, чтобы у тебя лицо все время не уходило от этой оси. Вон, все. Задание «Нарисовать меня» получают две молодые художницы – Кристина и Лиза. Вот, смотри. Значит, компонуй плотнее. У тебя, чтобы она не смотрела, прямо не уперлась в потолок. Здесь чуть больше, лица чуть больше, шеи. Соответственно, вспоминай, да, что у нас эти расстояния, они практически идентичны. И до глаз, и до начала волос. Начинай писать. Все. Все, ты ее наметил, и начинай писать. Кристиночка, тоже. Все очень просто. Отмечаешь, намечаешь и начинаешь работать уже формой. По теням только пройдет. Смотри, у нее очень здесь, видишь, окантовка волос. Она прям как две колонны такие. Устраивает прям всю композицию. Выстраивает ей лицо. И не раздуваю лицо. Она худенькая. Сразу вот определите, тип лица. Какой? Кто мне скажет? Тип лица Ани. А? Глаза широко. Да. Ну вот тип лица, кто скажет мне? Казалось бы, не сложный вопрос, а вызвал затруднения. Каждый художник видит по-своему. В итоге достигли консенсуса. Что-то между квадратом и овалом. Хорошо, сразу вот большой тень, большой свет. Молодец. Не дроби. Вот это вот непонятное какое-то у тебя пятно вышло. Прищурься. Все делай через прищур. Вот прищурься, здесь тень. Тут это все потом. Это не разменивайся на это. Мелочно, рефлексы не надо. Алексей учился в живописи 21 год. 10 лет в школе, 5 в училище и 6 лет в институте. Сейчас передает свой опыт другим. У нас группа не многочисленная, нас не больше 10 человек. Она все время колеблется, то приходят люди, то уходят. Есть постоянные, которые занимаются около двух лет, даже больше двух лет есть занимающиеся люди. Те, кто долго занимаются, те, конечно, собираются этому посвятить всю свою жизнь. Потому что искусство не терпит полумер. Алексей считает, что хороший иконописец должен сначала получить классическое художественное образование. Так сказать, базис. Иконопись не входит в предметы светских учреждений. Иконопись, она преподается исключительно в духовных заведениях или институтах под названием православные. Православные университеты или православные иконописные какие-то курсы. Типа как, например, Троица Сергея Лавра. Там очень такие знаменитые, известные курсы иконописи. В светских нет. В светских дают основу цветоведения, рисунок, построение. Весь тот базис, который человек потом может использовать, работая и в сфере иконописи, и в сфере дизайна, и в сфере, например, декораций, где угодно. А любого человека можно научить рисовать? Знаешь, я считаю, что любого человека можно научить рисовать в той или иной степени. У каждого есть свой предел, у каждого есть свои способности. До революции, например, в дворянских семьях было нормой обучать детей рисунку, сольфеджио, музицированию, потом танцам. И они умели все понемножке. Причем умели, судя по всему, я смотрел, например, работы Елизаветы Федоровны, великой княгини, орнаменты ее, какие-то выкрасы акварельные. Это на хорошем уровне было все сделано. Я бы так вот, если бы сравнивать, я бы, наверное, сравнил это с вторым или третьим курсом училища. Ну, это правильно, потому что человек как личность должен быть образован. Слово «образованный» – это производное от образа. Чей образ? Образование человека предполагает его разностороннее развитие. В частности, музыкальное, художественное, там, литературное, манеры, танцы. Опа! Понимаешь, вот движение вот это тебе надо поймать? Движение волос, как они уходят? По этому месту, по гребню формы, где у нее виломление, пару таких мазочков, ну, чуть светлее охристых, да. Очень непривычно, как бы, сидеть, смотреть в одну точку, ничего не делать. Сначала хотелось взять телефон, там, начать разглядывать картины, которые сидят в комнате. Но потом ты впадаешь в такое состояние, сидишь, размышляешь, и даже очень приятно побыть наедине с собой. Так что всем рекомендую в свободное время приходить работать на торчице. Еще совсем немного, и быстрые этюды готовы. Портрет Кристины меня, конечно, удивил. Неужели я действительно так выгляжу? Это пока учебный процесс, и он еще не может претендовать на какую-то серьезную профессиональность. Но при этом девочки молодцы. Они уже овладели навыками, определенными живописными, мазком, так сказать, у них твердая рука. И это, кстати, довольно-таки похвально, что за час, за час они сделали такие живописные, прекрасные портреты. А уж там похоже или не похоже, это постепенно со временем все придет. Через тернии к звездам, надеюсь, девочки станут великими художниками современности. И я буду гордиться тем, что позировала им. Когда-то все искусство служила религия, но постепенно оно начало обмерщаться, превратилось в светское. Петр I образовал Академию художеств, посылал живописцев учиться в Голландию, Италию. Тогда же и поэзия, и литература, и музыка приобрели светский характер. Сегодня мы наблюдаем подъем церковного искусства в целом. Архитектуры, иконописи, монументальной живописи и прикладного искусства. Сейчас благоприятная почва для этого создана. И мы сейчас имеем возможность обращаться к определенным примерам и образцам, которые были открыты в течение 20-го столетия. Даже в период, кстати, большевизма, в период вот этих вот лихолетий, мы открыли для себя Рублева, открыли для себя Дионисия, Феофана Грека, византийское искусство, которому в 19-м столетии еще даже никто подступить не мог, не знали. Иконопись – сложное искусство. В нем все имеет особый смысл. Цвета красок, жесты и положение святых. В иконе каноничен даже цвет, потому что икона – это, в принципе, отчасти символ. И линия там, она весьма символичная. И цвет тоже символичен. И композиция. И канонично. Каноны определяются, кстати, канонами церкви. Эти каноны были приняты на Седьмом Вселенском Соборе. Догмата иконопочитания. И вообще икона, она что из себя представит? Это образ, возводящий к первообразу. То есть это образ первообразу. Соответственно, мы не можем ни вправо, ни влево уйти. Допустим, мы пишем портрет человека. Мы как бы вольны и свободны сделать такой фон или такой. Одеть на нее там шляпу или снять. Или посвятил в позу. Да, или какую-то позу посадить. Да, такой мыслитель. Вольности у нас больше в реалистической живописи. А в иконописи у нас есть определенные каноны. Жестов рук, постановка фигуры на доске, на плоскости доски. Соответственно, цвет, во что одет человек, это тоже очень важно. И цвет его облачения говорит именно о принадлежности его какой-либо группе святых. Или это мученик, или это святитель, или это преподобный и так далее. Воин, соответственно, в воинских облачениях, доспехах. А любой дипломированный художник может начать писать иконы? Или все-таки нужно иметь какое-то призвание, благословение? Помимо всего прочего, конечно, художник должен уметь рисовать, уметь и понимать работу с цветом. Естественно, он должен иметь благословение. Но самое главное, он должен быть верующим человеком, православным, выцерковленным, участвующим в литургической жизни церкви. Потому что иконы писать неверующему, конечно, теоретически возможно, но что получится? Если человек не верит в то, что он делает, это, мне кажется, великая-великая проблема. Процесс создания иконы достаточно долгий и кропотливый. Многие века он остается неизменным. Для написания иконы используется доска из массива дерева. Обычно это липа или кипарис, укрепленная сзади дубовыми шпонками. На доску наклеивается тонкая ткань паволока и наносится основа – левказ. Левказ – это такая смесь мела и клея. Это необходимо для того, чтобы изображение сохранилось длительный срок без изменений. На левказ тонкой кисточкой или карандашом иконописец наносит рисунок. Следующий этап – подготовка красок. Для получения необходимой консистенции пигменты перетирают специальным курантом на стекле с добавлением воды. Затем создается эмульсия, связующая средства для краски. Получают ее из желка, отделенного от белка и смешанного с водой, вином или пивом. Пигмент смешивают с эмульсией в необходимых пропорциях. После нанесения рисунка на доску производится золочение нимбов или всего фона будущей иконы. Ну а дальше начинается процесс раскрытия цвета. Создаются основные цветовые соотношения иконы. После чего мастер приступает к прорисовке одежд и других деталей образа. От крупных к более мелким. И только после этого иконописец начинает работать над ликами. Это очень ответственная задача. После всех этих действий икона покрывается защитным слоем – олифой или лаком. Следование такой древней техники написания гарантирует иконе долговечность. Это икона, над которыми сейчас работает Алексей. Образы Богородицы, скоропослушницы и неупиваемая чаша. Здесь мы отрисовали саму Пресвятую Деву с младенцем и уже зазолотили нимбы. То есть стадия позолотки. Дальше будет стадия роскрыша. Ну и потом уже будет разделка. Разделка опять по рисунку, который здесь уже есть, нанесен. Мы его уже будем вытягивать на роскрыши. И потом уже разделка светами. Светами в охрене, как их называют в иконописи. Пока это самые начальные стадии. Алексей признается, что ему печально видеть, как сегодня за иконописание берутся все, кому не лень. Без понимания процесса, без должной художественной подготовки. И как результат масса икон, не соответствующих установленным канонам частично или полностью. По мнению художника, в этом деле спешить нельзя. Основное – это грамотный педагог, системное образование и, конечно же, вера. Вот и подошла к концу наша очередная программа. Мы побывали в гостях у художника Алексея Маслова. Увидели его иконы. Узнали, как занимаются будущие иконописцы. Ну а я с вами прощаюсь. Это были Азы Православия. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин